потому что во сне уже другой режим работы как бы вот частотный режим работы головного мозга это действительно как будто открывают окна в другой мир и действительно во сне можно видеть то чего вы никогда не увидите днем это как раз фаза предшествующей открытию сновидений если у вас это уже имеется то вам надо переходить к следующей фазе когда это не случайно открывается тогда когда вам необходимо ясновидение это процесс как бы связанный с нашим сознанием но в тех областях которые обычно традиционно нам не совсем доступны весь космос это вибрации они от нуля до бесконечности а то что мы воспринимаем воспринимаем как видимый мир как наш физический мир это определенный диапазон волн масштабе которого мы собственно все и воспринимаем если мы уходим ниже это тоже может быть видение но подсознательное видение но обычно черно-белое необычно всегда чем если мы собираемся или как бы готовы к тому чтобы видеть в области сверхсознания то есть это области ультрафиолета то тогда мы видим цветное изображение обычное на сознание альфа ритм сейчас очень активно меняется это собственно уже фиксируют и те научные лаборатории и у нас и в европе которые мониторят постоянную частоту шумана альфа ритм 7,8 герца в котором мы живем это практически спящее сознание когда мы начинаем просыпаться мы уходим или в бета ритм это области уже приближающийся ультрафиолетовому спектру и там у нас просыпается сфер сознания или мы опускаемся ниже на уровне инфракрасного излучения где у нас открывается по сути дела видение через подсознание в этом как бы промежутке между подсознанием то есть рентгеновским видением и сверхсознанием то есть полноценным видением мира находится наше сознание и она преобразуется в зависимости от того как бы доминирование в нашей жизни каких-то процессов на которые мы даем свои отклики и согласование то есть вибрируем в зависимости от этого мы уходим или в подсознание в черно-белое видение или в сверхсознание цветное видение любое желание или помысел человека это уже начало процесса начало процесса древние обозначали звуком он как вибрации изначального сознания это звучание идет из сознания человека и накладывается на матричные структуры подсознание если они совпадают подсознание дает реакцию то есть автоматическую чем реакцию которая на сверхсветовых скоростях потому что ты сверхсознание подсознание этой области по сути дела сверхсветовые она мгновенно дает реакцию на организм и на реализацию того собственно импульса который был получен и с вибрировал с теми матричными уже процессами подсознание подсознание есть механизм автоматической реализации тех импульсов сознания которые не противоречат предыдущему опыту подсознание проникается вибрациями сознания и если они достигают соответствие прежнему опыту то дает импульс исполнение клеточному континууму организм от части или по большей части или абсолютно и здесь надо учитывать что позитивные либо негативные помыслы являются процессом колебательным а отношение человека и бога это процессы волновые одно дело иметь результат и совсем другое достичь подобия с богом волновой процесс относится к процессам сверхсознания он более специфичен тонок и целенаправлен кто ищет результат тот не найдет бога в себе не достигнет внутреннего пробуждения в таком человеке идея бога закончится и как идея и как территория и ее обозначение ну то есть организм того человека который собственно все это и принимает бог всегда больше того что мы о нем знаем и думаем хотя мы всегда думаем обои больше чем знаем о нем из этого следует мы всегда думаем о нем больше чем знаем что порождает темную материю восприятия космоса как потенциал нашего развития что-то вы сейчас услышали а что-то вы еще имеете возможности дополнить так что все зависит от вас хотите ли вы этого